А теперь, с моей точки зрения, можно реализовать и мою идею, какую, которую я высказал в предыдущих роликах, о том, что нужна международная инспекция Солсбери. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я профессор Панарин Игорь Николаевич, доктор политических наук. Сейчас у нас 114-й выпуск программы «Энергетмонарин. Мировая политика» и у нас тема «Коронавирус. Биооружие против Китая и Ирана». Начну с того, что 5 марта 2020 года командующий КСИР Ирана официально объявил о том, что с его точки зрения против и Китая, и Ирана применено биологическое оружие, то есть коронавирус. Ну, мы получили подтверждение, я много раз уже в роликах высказывал аналитическую гипотезу, но не только я, кстати говоря, многие потом стали поддерживать мои взгляды, но я был одним из первых, о том, что было действительно применено биологическое оружие. Но сейчас мы имеем 5 марта первое официальное заявление официального чиновника высокого статуса, который объявил о том, что и против Китая, и против Ирана применено биооружие. Хочу сказать, что он не назвал Италию, да, но я бы добавил, против Италии, страны, кстати, члена НАТО, тоже применено биологическое оружие тайными структурами Гладио, с моей точки зрения, которые были созданы британской разведкой Ми-6 после Второй мировой войны. Они, кстати, совершили на территории Италии мощные, чудовищные террористические преступления, взрыв вокзала в Боллоне в 1981 году и еще ряд там чудовищных террористических актов. То есть это теперь применение биотерроризма. Теперь, с моей точки зрения, можно реализовать и мою идею, какую, которую я высказал в предыдущих роликах, о том, что нужна международная инспекция Солсбери, этого центра химической и биологической войны Великобритании. Туда должны обязательно войти представители Ирана, Китая, Италии, пострадавших государств, прежде всего, организации объединенных наций, ОБСЕ, ну и заинтересованных других государств мира. Для того, чтобы понять, действительно, вот эти предположения, гипотезы о том, что Солсбери это та точка, из которой расходится по миру, это биологическое оружие. Или наоборот, пусть англичане докажут о том, что они там не творят зло чудовищное против всего мира. Дальше мы будем, конечно, отслеживать ситуацию с коронавирусом, она достаточно сложная, непростая, но, безусловно, первое заявление чиновника такого уровня, это тот первый шаг к международному расследованию этих событий и, безусловно, потом к поиску виновных в случае, если действительно эти факты будут подтверждены. Спасибо за внимание. Спасибо.